добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 15 90 м на нашем веб-сайте радио неси . камно и конечно же на нашем youtube канале на шипе продолжает программа час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям и тема сегодняшние программы это кризис системы снабжения но об этом наверно все уже знают можно подробнее об этом и закон то автохарки совершенно верно казалось бы что может связывать закон 40-х годов с нынешней ситуации но он один повторяю только один из способов решения целого ряда проблем которые сейчас присутствуют в америке да и в европе кстати говоря другое дело что к глубочайшему сожалению скорее всего при нынешней администрации этот путь не будет использован и не хочу конечно же сгущать краски вы и так все видите но тут как-то все все что делает администрация скорее ситуацию только ухудшает но прежде чем обратиться к теме я напомню очень быстро о двух датах на мой взгляд весьма показательных и знаменательных которые выпали на конец прошлой недели то во первых 30-летие утверждения кларенса томаса верховный суд не буду лишний раз про него говорить много раз к нему обращался и уверен еще не раз его упомянуть так как верховный суд снова в работе надеюсь буду упоминать как и прежде только в самом положительном свете так что посмотрим что и как мы пожелаем ему оставаться в верховном суде как минимум до двадцать четвертого года там посмотрим а и вторая дата это 135 лет со дня рождения бен гуриона человек безусловно и незаурядный тут я думаю все сами согласятся вне зависимости от того разделять ли какие-то его определенные взгляды или нет но как бы то ни было все таки дата знаменательна а ну а теперь да к более печальным делам и вопросам благодарю парену волкову за помощь подготовки выпуска и начну собственно говоря с этого самого закона который был принят в сорок седьмом году закон на появился не на пустом месте ему предшествовал закон 35 года он же закон вагнера вагнер демократ и он вагнер ставил своей целью создать такую систему защиты прав трудящихся как пафосно прозвучит на так она есть чтобы профсоюзы могли в ряде случаев помогать работникам решать какие-то проблемы которые были бы сложно решить в индивидуальном порядке но и естественно этот закон развязал в принципе руки профсоюзом вообще в тридцатые сороковые годы и так как великая депрессия закончилась война закончилась то республиканцы получив большинство в конгрессе знаменитый 80 конгресс ненавидимый демократами но который наверное один из образцовых остается так вот конгресс задался целью создать такой закон который не то чтобы отменял закон вагнера конечно же но сильно сглаживал ряд его моментов и наоборот как часто бывает вроде бы профсоюзы должны были выполнять какие-то положительные функции но в результате по этому закону вагнера они получили чрезмерную власть как раз и соответственно тафта роберт тафта знаменитый сенатор символ республиканского консерватизма той поры и человек может менее заметные прославившийся вот как раз благодаря этому закону конгрессмен фред хардли но вот они стали спонсорами закона которую удалось привлечь на свою сторону даже и демократов кстати говоря труман пытался ему сопротивляться но ничего у него не получилось и закон был принят если перечислять обозначать какие-то его основные направления то это прежде всего борьба с коммунизмом естественно в профсоюзах это сокращение целого ряда полномочий профсоюзов власти штатов имеют право регулировать вот так называемое право на работу а именно когда служащий не не обязан вступать профсоюзы то что называется еще closed shop то есть когда уход приста устраиваешься на работу то навязывается прием в профсоюз соответственно власть штатов могут это регулировать и могут отказывать предприятиям и профсоюзам в том чтобы они всех обязательно принуждали вступать в свои ряды и кроме того это была отмена целого ряда забастовок в том числе и возможность вмешиваться федеральным властям и если забастовки так или иначе угрожают с дар здравоохранению и безопасности страны то есть вот в принципе весьма и весьма разумный закон но естественно левые демократы левой которых тогда еще было не так много к счастью но они уже были и профсоюзы они его клянут и собственно говоря по сей день и это один из самых страшных их законов когда-либо принятых ради интереса в ком-нибудь скрыть соцсети забейте тофт-харт лект и посмотрите сколько там выпадет всяких левацких постов с криками отменить его оба аннулировать и так далее и так далее самая серьезная попытка отменить закон тофта-хартли предпринималась шестьдесят пятом году когда уже у демократов конгресса было большинство и в палате представителей вроде как у них все получилось и в сенате тогдашний лидер республиканцев эверид дирксон он в общем то уже был готов капитулировать там даже не то чтобы весь закон на полностью отменялся но вот это пресловутое право на работу или запрет на клоуст счет то есть принудительное привлечение вступление в профсоюз основной мишенью демократов было именно это и дирксон вроде бы изначально не был настроен на то чтобы особенно биться за закон но шестьдесят пятый год консервативное движение к счастью уже набирает обороты и к нему устремились представители консервативных организаций самых разных grassroots так называемых и под их давлением дирксон довольно быстро поменял свое настроение как видите республика ну республиканский прежде всего маник говорим сенаторы должны ощущать постоянно давление на себя даже такие достойные как дирксон и глядь видя что поддержка вот этого закона она довольно таки серьезно он активизировал однопартийцев и через филибастер тот самый через затягивание обсуждения и голосования в конце концов демократ капитулировали и так законы остался нетронутым более того демократы обращались даже джонсону за помощью но джонсон и хитрец тот еще он прекрасно видел и знал как работает сенат и видя что у республиканцев все получается и что свалить все на расизм а уже тогда эта карта разыгрывалась не получится так как дирксон был одним из главных проводников так скажем закона гражданских правах 64 года и ему тут нельзя было ничего такого прилепить то джонсон в общем-то тоже дал задний ход и закон остался и с тех пор штатах там разные бывают но он остается не тронутым а применялся он на федеральном уровне прежде всего для того чтобы как-то на забастовки влиять или на тому подобные действия более 30 раз и вот по мнению многих обозревателей один повторяю один из способов решить нынешнюю проблему это чтобы администрация сейчас взяла его на вооружение и используя вот те самые понятия что нынешние действия профсоюзов они сильно влияют пусть даже может это и не прямые забастовки но как бы то ни было они сильно влияют на обстановку связанную с здравоохранением и безопасностью что надо их встряхнуть при помощи вот этого самого закона естественно трудно сказать насколько сейчас он будет работать и как судьи отреагируют на его применение конечно же но это действительно путь решать повторяю один из путей решения вопроса и более того профсоюзом сейчас стряска нужно очень серьезно потому что ну допрессую вам качество и без меня знаете вы изнутри наблюдаете но если посмотреть например на ситуацию в калифорнии где примерно порядка 40 процентов всех импортируемых грузов находятся то там вот судя потому что я вижу и мне говорят основной вот этот самый затор и случился потому что не успевают разгружать не успевают возить все тормозится и как сами товары готовы так и какие-то части запчасти элементы для сбора для приготовления ингредиенты все это застрял почему потому что в ряде случаев этим проблемами загрузок разгрузок перевозок занимаются профсоюзы как раз и хотя они время от времени показательно встречаются с байденом и обещают что работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и что все члены профсоюза об этом мечтают но как потом выясняется либо они работают 24 часа но не 7 дней в неделю а с понедельника по пятницу либо они вроде бы работают семь дней но точно не 24 часа то есть показные какие-то и пафосные реплики производятся а в реальности все равно все эти профсоюзные правила они по-прежнему тормозят процесс разгрузки и процесс доставки и байдену будь это президент уж честно скажем они байден вот самое время было бы взять закон тафта хартли и взяться за профсоюз тем более что это не единственная конечно же проблема и это к этому примешивается то что в калифорнии например действуют законы которые так или иначе ну не то чтобы запрещают но очень и очень сильно усложняют привлечение независимых перевозчиков так как и это же за этим маячит тень профсоюзов потому что когда этот закон при был принят а именно по нему если какая-то компания привлекает независимых контракторов то автоматически должна их считать своими служащими но со всеми что называется вытекающим когда это принималось то профсоюзы ликовали прекрасно понимаю что это даст прикрыт но если не перекроет очень сильно ограничить приток независимых перевозчиков а тех кого контролируют профсоюзы у них власти еще больше и это тоже проблема из-за которой когда не хватает водителей когда не хватает грузовиков частные перевозчики они не собираются участвовать во всей этой ситуации ну потому что им это гораздо сложнее плюс добавьте к этому зеленые пресловутые законы по которым насколько я помню в калифорнии можно использовать грузовики которые перевод и изгод были изготовлены не позже чем три года назад и как следствие получается что вот на территории калифорнии это верстки грузовиков не так много во вторых надо довести в них до того места то есть границы штата где этот закон перестают действовать там разгрузить на грузовики другие чтобы они развозили дальше и в общем вы сами понимаете что из всего этого получается то есть красивое английское слово bottleneck бутылочные горлышки кто не в курсе вот здесь калифорния сама себе его и создала но и к сожалению так повторяю 40 процентов всего идет через калифорнию это создает проблемы по всей стране и более того как говорят сами люди которые участвуют в загрузках на самом деле не выросло даже особенно количество поставок по сравнению скажем с прошлым годом где-то даже уменьшилась но вот из-за того что так себя ведут профсоюзы из-за того что власти калифорнии создают такие условия вот мы получаем что получает и здесь я к сожалению должен перейти на совсем опять хотя бы этого не хотелось но к сожалению получается так да совсем какие-то пессимистичные мрачные прогнозы потому что что касается экологических вопросов тут конечно же федеральной власти довольно сложно что-то предпринять хотя и надувай постараться можно как решить вопрос с диктатом профсоюзов но я вам только что рассказала закон то автохартли нормальные юристы всегда найдут способ его применить в такой ситуации однако что мы с вами видим в политике нынешней администрации и в том самом уже устрашающим и ставшим таким монстром последних месяцев законопроект инфраструктурном пусть он сейчас и висит но и надеюсь так и будет висеть дальше но в нем если его посмотреть даже основные моменты мы с вами видим что все те моменты которые создали вот этот самый кризис нынешний они не то что ликвидируются а поощряются и развиваются потому что так или иначе создаются ситуации при которых вот это самое право на работу в штатах будет практически отменено то есть профсоюзы получают поэтому по неограниченную власть и начали они могут получить кого угодно и заставить вступить свои ряды кого угодно целый ряд каких-то налоговых да мы все помним что богатые должны платить налоги однако компаниям и связанным так или иначе с профсоюзами где профсоюзные момент очень силен им будут представляться разные налоговые льготы и более того одержимость байдена и иже с ним зеленые пресловутой политикой она тоже элементы какие-то этого зеленого нового курса они тоже законы проект внесены если мы еще добавим с вами принудительную вакцинацию то здесь я вообще развожу руками в недоумении и мне больше не хотелось чтобы мрачные прогнозы сбылись но как сочетание такого да и плюс еще естественно огромное количество пособий для людей которым выгоднее сидеть дома чем работать как укрепление диктата профсоюзов зеленая политика и все эти до принудительная вакцинация с дискриминацией последующей как они будут решать эту проблему я не представляю то есть что проблему создают никто профсоюзы экологическая политика и нынешняя обстановка постковидная с выплатами пособий что обещает администрация больше профсоюзов больше экологической политики больше разнообразных выплат и больше пособий это не решение проблем можно сколько угодно валить все на ковид и что проблема в нем или как в европе валить все там на brexit или да тому подобные вещи но в реальности к вид к видам а проблема создана правительству правительством калифорнии к сожалению федеральным правительством и мы видим что демократы будь то в правительстве или будь то законодательной власти они ничего не собираются предпринимать для того чтобы эту проблему решить более того все что он перечислил по моему убеждению только усложнит и самый мрачный прогноз который не хотел бы озвучивать американцы всегда находили в себе силы и возможности выкарабкиваться из самых затруднительных ситуаций но одно дело когда из них выкарабкиваешься сам другое дело к тебе мешает собственное правительство а увы вот то что мы видим это то что правительство вам к сожалению мешает я уж извините что такую вот напрашивается но он напрашивается здесь я пожалуй мог но если сергей что-то добавит то с удовольствием передам слово на к сожалению прогнозы действительно не утешительные что касается 3 не три с половиной пять с половиной триллионов долларов трат денег байден отвечает то это не помню то ли отвечая на вопрос корреспондента то ли выступая сказал конечно вот этот закон на три с половиной триллиона сейчас не пройдет мы примем немного меньше но мы вернемся и добью доберем отыскать недостающие то есть что он имел ввиду то ли они еще очередной билл подготовить через реконселейшем с какой-то суммы недостающей общем они попытаются это сделать так или иначе нему чем-то кадре ходят слухи о том что нэнси пелоси протолкнув этот закон готовы уйти так сказать на пенсию очевидно в этом законе заложена немалая сумма которые позволят их уйти на пенсию вообще демократы действует очень отчаянно вы помните в 2010 году когда они приняли обама керр они точно знали закон был не популярен но население сша они точно знали что они потеряют большинство в конгрессе тем не менее они пошли на это они этот закон протолкнули они знали что вернуть назад отыграть назад будет довольно сложно вот и сейчас похоже нэнси пелоси готова пожертвовать не только местами своих коллег в конгрессе но и своим собственным местом ради того чтобы протолкнуть но это действительно не просто закон не просто потратить триллионы и триллионы долларов это превратить америку в нечто иное совершенно иное на не стоит так называемый то есть очередные программы на очередные в социальные всевозможные программы которые может я не пойду наверное поддержать вот те два миллиона которые сегодня вошли те 20 или 30 миллионов которые до того нелегально перешли границу это все ради того чтобы прийти к власти роста навсегда да и я еще так влезу очень быстро во первых совершенно верно в американской политике то что принято практически невозможно убрать это касается и хорошего как тот самый закон это автохартли не очень мягко говоря как обама керр и второе вот многие как-то отмахиваются от того что действие демократов это социализм или если угодно социал-демократия но вот сейчас вы сталкиваетесь с тем что такое социалистическая политика и вы видите что пустеющие магазины может не везде но в ряде мест это следствие никак не капитализма как нам любят говорить все пропагандисты а это именно социалистическая политика которую демократы протаскивают в америку и вот пожалуйста результаты уже налицо а уж нам с вами ну кто выходит из советского союза все это должно быть совсем знакомо абсолютно но к сожалению даже те кто я говорю о своих бывших соотечественников которые приехали сюда из советского союза порой находит какое-то оправдание тому что происходит либо поддаются пропаганде постоянные но я не знаю сейчас по моему немножко реже стало звучать что во всем виноват трамп а то буквально еще несколько там месяц назад любые проблемы с которыми сталкивается нынешняя администрация это все так сказать заслуга или наоборот деятельность трампа деятельность предыдущей администрации но то что происходит сейчас трудно в этом обвинить трамп потому что то что делает зиц председатель на самом деле на 180 градусов от того что делал трамп и вот результат и вот результаты тем не менее все равно пытаются оправдать его действия пытаются не по не понимаю не понимаю люди ощущают на собственном желудке на собственной шкуре то что происходит пожилые люди вообще интересно правда тут у нас есть один юрист с высшим экономическим образованием который все время нам доказывает что нелегальная миграция ну во первых как минимум нам ничего не стоит вот те нелегалы которые сюда приходят нам налогоплательщикам а во вторых он находит в этом положительный аспект в области экономики что вот дескать благодаря нелегалам газоны у вас стригут за 25 долларов но за 25 долларов уже газоны никто не стрижет несмотря на то что нелегалы это делают во вторых миллиарды и миллиарды долларов потрачены ведь вы посмотрите тех кто в этом году переходил границу их на автобусах на самолетах на военных самолетах перевозили по всем штатам а плюс кто-то же еще перевозит через всю мексику ведь не пешком идут трехлетние пятилетние дети там 2000 миль до границы соединенными штатами их везут на автобусах и так далее кто-то же это оплачивает а боюсь что оплачивают всякие неправительственные организации под патронажем мультимиллиардеров которые еще умудряются получать правительственные гранты то есть наши деньги из денег налогоплательщиков и вот эти только за этот год два миллиона человек это не слесари токари врачи там специалисты какие-то технологии и так далее нет в подавляющем большинстве это люди которые будут жить за счет социальных пособий кто-то из них будет безусловно работать а кто ты если кто-то из них получит какую-то низкооплачиваемую работу это знать что неквалифицированная рабочая сила из числа американских граждан потеряет эту работу и будет сидеть на пособии на вэлфере то есть не так так иначе а вся эта армия которая переходит через границу ляжет тяжелым временем на плечи налогоплательщиков а старики которые получают пенсию причем пенсия которая почти не индексируется в отличие от скажем про членов профсоюза которые работали на государственной службе вот наши в поленосе там каждый год полу и индексация пенсии там три процента независимо от того какая инфляция 3 процента каждый год а вот social security там там совсем по-другому там минимально так вот вместо того чтобы тратить миллиарды и миллиард долларов для того чтобы перетащить сюда нелегальных эмигрантов и обеспечить их всем жильем медициной обучением питанием и так далее лучше позаботились о своих собственных гражданах потому что пожилые люди приходят в магазин цену цены просто катастрофически растут про это видят все приходят в магазин и видите они так росли без того и дня не могу сказать что цены вот только сейчас начинайте но то что происходит сейчас я думаю что на противном я вам при мне во всяком случае я приехал сюда чуть более 20 лет назад я такого не помню при мне такого не было вместо того чтобы позаботиться о своих гражданах они заботятся о своих потенциальных избирателей хорошо мы давайте наверно сделаем перерыв после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии 847 4005 200 если будут вопросы пожалуйста звоните задавайте ну а пока к следующей теме северной ирландии северной ирландии да наш чередная ежемесячная глава этого года но то что я сегодня расскажу я думаю опять вроде будет про северную ирландию но скажем израильские слушатели могут много чего увидеть для себя актуально воды американцы тоже кстати говоря мы с вами все знаем что когда возникает конфликт все мечтают его закончить каким-то мирным соглашением но и видят это в этом соглашении какой-то самоцель то есть вот ее подписали его и все хорошо а к сожалению и особенно если это соглашение подписывают казалось бы люди достойные которые казалось бы ничего плохого никогда не делали и совпадают с нами во взглядах но вот часто бывает что это соглашение они все только ухудшают или открывают дорогу каким-то будущим уступка проблемам и всему чему нехорошему чему что якобы они должны были останавливать в северной ирландии таких вот было три пожалуй соглашения которые очень сильно повлияли на тот нынешний кризис вы наверняка даже те кто не очень внимательно следит за европейской политикой знаете что сейчас северная ирландия в таком неофициальном плену евросоюза и является уже откровенной пешкой хотя не хотел бы ее так называть в играх лондона и брюсселя и гордые ольстердцы конечно сопротивляются но им это сделать очень сложно по итогам брексита а много а все это стало возможно вот благодаря так или иначе этим соглашению ну первое это санендейлское соглашение от 73 год до того момент побеждали на выборах преимущественно юнионисты и правительство северной ирландии она была кстати говоря она состояла из политиков юнионистов как правило как раз там с 21 года по почти 50 лет но сам по мере того как активизировались католические организации и по мере того как стало расти давление террористическое то правительство северной ирландии желая с одной стороны снять себя давление лондона которая не хотела чтобы этот конфликт продолжался с другой стороны действительно руководствуясь и благими намерениями прекратить насилие и помочь католикам она стала все больше и больше идти на уста те самые уступки сразу скажу вам против католиков я ничего не имею более того отношусь не очень хорошо но дело в том что в реальности разговора какой-то серьезной дискриминации католиков северной ирландии они конечно очень сильно преувеличены до возможно до какого-то момента у них не было такого же возможности занимать руководящие посты как у протестантов но до определенного момента но почему-то их все устраивало то есть таких погромов как и устраивались в ирландии против протестантов например я имею ввиду республики северной ирландии общем то не было стычки бывали на мелкие и более того граждане католического вероисповедания из ирландии они почему-то охотно ехали в северную ирландию до постоянное жительство а вот протестанты из северной ирландии в ирландию не ехали совсем и если такой приток ирландцев католиков был то наверное все устраивало все таки и более того был бэзел брук премьер-министр северной ирландии он предупреждал что этой миграции она приведет к тому что произойдет такой тихий мирный переворот и националисты под видом католических правозащитников они рано или поздно подчинят северную ирландию ее объединят но его как-то мало кто услышал говорили что это все до анти иммигрантские россказни и так далее но тем не менее организации повторяю они активизировались ирландская республиканская армия которая убила католиков гораздо больше чем кто угодно себя называла защитником тоже католицизма и в результате террин сонил премьер-министр начал предпринимать какие-то шаги для того чтобы как-то выровнять ситуацию а брайан фолкнер он согласился во-первых создать правительство где бы были представители как юнионистов так и националистов ирландских и во вторых создать такой меж как бы его назвать международный сложно сказать ну в общем союз англо-ирландский такой управляющий совет который бы мог осуществлять какую-то консультационную работу фолкнер считал что это соглашение она идет на он даунгова признавал что привлечение националистов правительства это плохо но что само это соглашение это был первый случай когда ирландское правительство признала в северной ирландии не свою часть а партнера и представителя другой стороны то есть соединенного королевства тем не менее лоялисты юнионисты возмутились и хотя фолкнер казалось бы был безукоризненной личностью боролся с ира очень действительно серьезно было антикоммунистом антисоциалистом и первым кстати примером и как потом оказалось последним вообще северной ирландии который представлял не аристократию а средний класс но его сочли предателем ирланды ольстерцы такое не любят появилась такая черная шутка что фолкнер должен быть подобен фонарю то есть висеть днем и гореть ночью а утром его надо снять а и произошло бы была массовая забастовка которая привела к тому что северная ирландия была неуправляемая и только боевые организации лоялистов всем руководили кстати неплохо ничуть не хуже правительство как оказалось по итогам реше этот садиндейское соглашение было отменено в северной ирландии было введено прямое правление фолкнер ушел в отставку и больше такого поста вообще нет премьер-министр северной ирландии и увы для него прежде всего все закончилось не очень хорошо он потом погиб летать несчастного случая но лоялисты и унионисты показали свою готовность сопротивляться и они показали что не хотят чтобы ирландцы им на что-то там указывал и этим руководствовалась тетчер увы тут два человека которым я хорошо отношусь и даже очень проявили себя не с лучшей стороны это тетчер и в меньшей степени рейган ну точнее его все-таки его окружение в его окружении увы было очень много людей так или иначе достаточно про и связанных с ирландским лобби и кроме того то что 80-е годы американская администрация была озабочена политикой центральной американской и чтобы задобрить конгресс прежде всего спикера унила который был представителем ирландского лобби но было решено дать такую подачку демократам и ирландскому лобби это давить на тетчер чтобы она что-то там сделала с ирландии тетчер которая во северной ирландии очень любили считали что человек который борется тоже с ирландской республиканской армии она боролась все помнили ее визиты и то как она позировала с ольстер с полкома обороны ольстер о чем вам рассказывал но вот тетчер сама к сожалению признавала что она северную ирландию не понимает и для нее вот ольстер это они обретая не это бы у это такое большое слепое пятно которые на мой взгляд очень сильные и внутри политическое наследие портит поэтому 85 году кстати еще после того теракта который нанес удар по когда был взрыв в отеле во время съезда консервативной партии когда погибло несколько человек многие пострадали тетчер вдруг объявляет таком англо-ирландском соглашении которую как раз создает тот самый совет наподобие саниндейлского англо-ирландский который будет участвовать в политике северной ирландии ольстер был взбешен то есть северно-ирландский ольстер они воспринимают как предательство по двум причинам во первых что это было сделано без консультации с ними то есть через их головы лондон договорился с дублин во вторых как говорили они сами у северной ирландии очень глубокое понимание что так работает реально британская система мы голосуем за тех кто так или иначе находится у нас там в белфасте или мы можем голосовать за тех кто находится в лондоне и соответственно мы контролируем эту власть но мы не контролируем власть в дублине а получается так что нам навязывают в правлении извне власть который мы контролировать не можем и она может делать с нами все что захочет заметьте кстати интересный момент хотя все в америке вы очень сильны пост повторяю интересы ирландского лобби до северной ирландии оказалось положение американских колоний как раз то есть когда вот нет у них реального они оказываются задавленными вот такой вот тогда еще просто ирландии а потом еще и империи в виде с но повторяю тогда тетчер потом самокси сказала что она называла это своим предательством северной ирландии и в общем она раскаивалась со идеи но путь был открыт во первых ирландцы стали все активнее вмешиваться в политику северной ирландии во вторых стали вмешиваться и американцы что в данном случае есть что я плохо вот когда американцы влежу вмешиваются в израильскую в североирландскую политику наверное именно туда получается не очень хорошо потому что следующий момент которым я вам расскажу это уже решающие такое важное соглашение девяносто восьмого года соглашение страстной в пятницу или белфастское соглашение она принималась во многом опять человеком достойным это дэвид тримбл один из лидеров фольстерских юнионистов потом перешедших консервативную партию друг америки друг израиля но здесь он оказался опять под таким давлением со стороны блэра и со стороны клинтона через посланника джорджа митчелла такого что он был вынужден пойти на договоренности которые вот и стали этим самым белфастским соглашением тогда их в общем большинство восприняло с облегчением что они принесут наконец-то мир и прекратят теракты и только немногие сразу же заподозрили что здесь очень много ловушек потому что во первых до признавалась что северная ирландия часть соединенного королевства но опять допускалась участие ирландии в политике северной по ирландии северной и что самое главное создавались условия по которым террористы они не просто были амнистированы но они в результате попадали во власть и если севера ирландцы если вольстерцы своих боевиков со своих представителей своих боевых организаций они во власть не приводит даже если симпатизирует то в результате получилось что убийцы подрывники люди которые сотрудничали с арабскими террористами с кгб с кем угодно они получали вы получили возможность прийти во власть в этом новосозданном парламенте северной ирландии и плюс расформирование антитеррористических частей расформирование той самой королевской полиции ольстера но ее переделали но в результате это уже совсем не то и и правило согласно которому будущее северной ирландии определяется референдумами но если скажем референдум объем референдуме результат что северная ирландия за сохранение в составе королевства то он будет повторяться через несколько лет если же вдруг голосуют за то что и северная ирландия в составе ирландии все это окончательный результат и больше уже никто никого не слушает и северную ирландию поглощает ирландии то есть те кто предупреждал что это белфасское соглашение это ловушка они к сожалению оказались правы до террористическая борьба она не то что прекратилась надо при пауту по утихла но все что я назвал это есть шенфейн по это политическое крыло ира набирает силы американское правительство вмешивается все активнее активнее а байден это ставленник ирландского лобби чего он и не скрывает кстати говоря и он оказывает активное давление на лондон а сейчас в рамках брексита мы столкнулись вот с той самой ситуации когда есть этот над северо-ирландский протокол по которому чтобы не нарушалась граница северной ирландии ирландии северная ирландия остается в плену евросоюза при этом самом соглашении на самом деле там про границ толком ничего не говорится там такая очень расплывчатая формулировка а именно смысл и в том что там ну только без обращения безопасности каких-то экономических и прочих границ там нет ничего но байден и пилоси на днях объявили что они как на них уже не несколько недель назад что они поддерживают вот именно белфасское соглашение во всех его проявлениях что ничего то обязательно надо следовать всем правилам и они давят дальше на лондон лондону конечно надо пускать вход так называемую статью 16 который означает что вот на стороннем порядке от северо-ирландского протокола можно отказаться но путем длительных переговоров но лондон боится и евросоюза увы и нынешней власти в вашингтоне то есть вы видите что вроде бы руководствовались самыми благими намерениями хотели прекратить террористическую войну и помочь меньшинством в своих рядах а в результате вот вот уникальная культура это уникальная культура это уникальное место под названием северная ирландия она превратилась в такое уже поле политической борьбы когда людей лишают права высказывать свое мнение практически когда они его высказывают то его никто не слушает и когда северная ирландия оказывается под угрозой поглощения евросоюзом и ирландии в частности а поверьте мне если северной ирландии уже это говорил на повторю еще раз поглотиться ирландии вот вся эта уникальная культура она вы будет уничтожена поэтому кстати северо-ирландцы себя так любят сравнивать с израилем что как израиль будет поглощена пресловутым палестинским государством если дать арабам волю так они будут поглощены ирландии ну и евросоюзом повторяю что здесь делается несколько довольно сложно надо конечно же пытаться и многие кстати о юнианист об этом говорят устанавливать контакты с американскими консерваторами и пытаться американскую политику от ирла от влияния ирландского лобби выводить новые ольстердцы люди горды они к сожалению не очень искушены в этой борьбе и им это будет сделать очень очень сложно тот же тримбл его приглашали на сипек свое время но он был под таким давлением госдепартамента и уходящий тогда администрации клинтона что он как-то там себя вел очень робко и увы никаких контактов не установил с консерваторами что конечно досад ну а я до подводя итог скажу уже что да что сегодня у нас все грустно получилось но вот иметь ввиду уступки мирные соглашения даже под самыми повторяю благими за намерениями под самыми красивыми словами и знаменами они увы иногда ухудшают ситуацию и конечно же когда были взрывы перестрелки это было плохо это было отвратительно ужасно люди погибали но когда северная ирландия ощущала себя действительно частью королевства и действительно страной где культура соблюдалась где люди уважали друг друга это увы культура она под серьезной угрозой и весь этот год я это повторял повторяю сегодня мы давайте все-таки северную ирландию поддержим так как вслед за ней как и вслед за юар могут последовать и другие страны но здесь видимо я уже умолкаю время поджимает спасибо огромное вам как всегда очень интересно и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи